В условиях нараставших гонений пыталась воплощать в жизнь решение Поместного Собора 1917-1918, сохранять единство во Христе и не терять импульс соборного действия. В 1918 году в различных городах страны прошли многолюдные крестные ходы, в общественных местах устраивались богослужения, в поддержку патриарха, в адрес правительства отправлялись коллективные петиции в защиту церкви. В России начался массовый религиозный подъем, который трудно было ожидать в ситуации отхода от веры образованных слоев общества, длительного разрыва между верой и жизнью и усиления революционной пропаганды. Благодаря призыву патриарха Тихона в крупных городах возникали братства и духовные союзы. Впервые в истории России церковный народ брал на себя ответственность за жизнь церкви. Попытки сохранить соборность предпринимались на уровне высшего церковного управления. Патриарх Тихон видел себя предстоятелем церкви, действующим по заданию собора и добивался созыва нового поместного собора. Деятельность избранных собором Священного Синода и Высшего Церковного Совета продолжалась вплоть до апреля 1922 года. В 1926 году после кончины патриарха Тихона была предпринята попытка заочного избрания патриарха через сбор подписей епископов. Инициаторы выборов, среди которых были епископ Иварион Троицкий и Павлин Крошечкин, хотели сохранения единства церкви, независимости церковного управления от светских властей и воплощения соборного принципа избрания патриарха. Было собрано более 70 подписей. Из них 72 голоса были поданы за митрополита Кирилла Смирнова. Из-за массовых арестов попытка провалилась. В сборе подписей участвовал архимандрит Таврион Батовский, известный собиранием церковного народа в 1970-е годы. Советская власть закрывала монастырии. Часто монашеским общинам приходилось принимать вид трудовых коммун, насаждавшихся советской властью. Но возникали тайные монашеские общины, которые сохраняли традиционную аскетику и монашеское общежительство в ситуации разгула бездравственности и классовой вражды. В 1927 году, после декларации митрополита Сергия, возникала потаённая церковь, не согласившаяся пойти на компромисс с безбожной властью. Её служители собирали вокруг себя людей, окормляли их, служили вместе с ними литургией по домам, ходили из деревни в деревню, из хатки в хатку, где их принимали верные духовные чады. Это было и монашество, старчество, и иночество в миру. Известный катакомбный священник архимандрит Серафим Битюков в 1935 году крестил будущего священника, отца Александра Мения. В условиях советских гонений в церкви нашлись люди, которые искали подлинной христианской жизни и продолжали собирать народ Божий. Настоятель храма Никола в Клёниках, отец Алексей Мичёв, ещё в начале XX века говорил, что его задача устроить мирской монастырь. Таким монастырём в миру он называл духовную семью, находящуюся под единым духовным руководством и связанную узами любви. В ней каждый человек живёт, как обычный мирянин и член общества, но в душе работает Бог. В 1919 году патриарх Тихом благословил сложившуюся под окормлением отца Алексея общину. В 1923 году после кончины отца Алексея духовником общины стал его сын, отец Сергий Мичёв. В Мичёвской общине существовали духовные семьи, участники которых тесно общались друг с другом. Они встречались иногда каждую неделю, вместе читали что-либо из святоотеческой литературы и молились. При отце Сергии община разрослась, и таких семей стало больше. Во главе каждой стоял кто-нибудь из более опытных или старших по возрасту. Он становился помощником духовного отца, и мог оказать первую духовную помощь. Когда отец Сергий был арестован, эти семьи стали большой духовной поддержкой для своих членов, и помогли им не потеряться, хранить и развивать церковную жизнь. Священники Мичёвского круга, архимандрит Борис Холчев, протеерей Василий Евдокимов, протеерей Георгий Тревогин, священник Сергий Никитин, священник Феодор Семененко, Петр Гнедич перебрались в Ташкентскую епархию, где не только собрали вокруг себя духовных чад, но создали оазис духовной жизни. Семья Мичувцев, Николая Евграфовича и Зоя Вениаминовна Пестовых была знакома всей церковной Москве. Николай Евграфович совершил подвиг просвещения многих верующих людей. Он перепечатывал с помощью машинисток во множестве экземпляров духовные книги и рассеял их буквально по всей стране. В 1914 году на съезде епархиальных миссионеров молодой священник, отец Николай Апоцкий, вдохновленный опытом собирания братской жизни Николая Николаевича Неплюева, выдвинул идею огласительного прихода. Убедившись на собственном опыте, что в обычных условиях большую часть прихожан составляют люди случайные, не готовые жить по Евангелию, он предложил создать ядро прихода, кружок, собранный вокруг священника, слушающий и запоминающий слова пастыря и учителя и ежедневно читающий Слово Божие. Воплотить идею в жизнь Николай Апоцкий смог в Череповце в 1920 году. Будучи уже рукоположен во епископа с именем Макарий, патриарх Тихон благословил его быть епископом-катехизатором. Владыка Макарий создал из своих единомышленников ядро прихода, братство, в которое кроме него входили девять человек. Они жили вместе, имели общую кассу, активно занимались просвещением, собирая вокруг себя людей, жаждущих серьезной жизни по вере. В 1926 году епископ Макарий был арестован и отправлен на Соловки. После возвращения из ссылки епископ смог обосноваться только в Новгороде. В Новгороде, Череповце, Галиче, где оказалась в ссылке семья Покровских, собирались братские круги, которые общались между собой, регулярно навещая друг друга, поскольку у них было одно сердце и одна душа. Главная мысль проповеди и бесед Владыки оставалась неизменной – созидание соборной жизни. Необходимо нам самим проникнуться этой главной целью Христики.